Крамской завод мембранных баков встречает гостей грохотом производства. Рабочие шутят, этот шум лучше любой музыки. Предприятие живет и работает, а значит на заработки из дома уезжать не нужно. В нашем районе здесь довольно стреличная зарплата по сравнению с окружающим. Я здесь живу, как бы удобно добираться, все удобно. А куда-то ехать это как бы тоже не вряд ли. Сколько средняя зарплата на предприятие у вас? Средняя? Ну, за 20. Руководство компании в будущем хоть и смотрит с оптимизмом, но о проблемах, которые стоят на пути дальнейшего развития, не забывает. Необходимо внедрять политику импортозамещения. Вся наша проблема, которая сейчас у нас есть, это максимально, скажем так, сделать нашу организацию независимой. Линия для производства таких деталей стоит в районе 250 тысяч евро. Мы каждый год тратим на закупку данных фланцев вот примерно такую сумму. Полтора-два года мы можем полностью окупить. Давайте, у нас процедура простая. У меня заявка на фонд развития промышленности, и те кредитные условия, которые через фонд предлагаются, они до 5%. А кредит, я думаю, что это в нынешних условиях достаточно хорошая ставка. 5% годовой. 5% годовой. Предприятия, которые прочно стоят на ногах, тоже нуждаются в поддержке. Крамовской комбикормовый завод наметил план развития. Некоторые детали озвучили временно исполняющему обязанности губернатора Андрею Клычкову. Планируем вкладывать порядка 60 миллионов в течение двух лет в расширение производства. Значит, уже поставили новый гранулятор, вы видели, это порядка 22 миллионов. Ну и будем дальше развиваться. Конечно, поддержка нужна в России, без поддержки властей ничего не двигается. Мы готовы рассмотреть любые ваши предложения по развитию ваших мощностей, как и по комбикорму, так и по размещению фабрик. Визитной карточкой района крамчане называют учреждение досуга. Вот центр «Потенциал». Сюда укрепить здоровье и провести время с пользой приходят дети и взрослые. Достижение ряда карамских спортсменов, гордость не только районы и области. Награды главы региона пополнили копилку. Самый главный результат для района, что 300 ребят, кто-то занимается единоборствами, кто-то занимается танцами. И Виктория действительно произвела на меня, как и Станислав Андреевич, о котором мне по дороге сегодня рассказывали много. Большое впечатление. Не бывает никаких побед, ни на каких олимпиадах, ни на каких международных чемпионатах, если нет спорта, который идет от души. Знакомство с талантами состоялось в Карамской детской школе искусств. Я ходила в музыкальную школу, также закончила тут, и после этого пошла в художественную. И вот именно тут я нашла свое место. И после школы мне нравится тут и общаться, и вот, ну, хорошо я развиваюсь. Я желаю вам искренне, чтобы тот огонь, который горит сегодня, в ваших сердцах, в ваших душах, в вашей школе, он всегда горел. Слова благодарности за хорошую работу звучали и в кабинете главы района. Район развивается, достаточно высокие показатели есть с точки зрения бюджета, и с точки зрения развития, перспектив развития. Самое главное, видно ваше равнодушное отношение. Диалог жителей власти в администрации. Помогите нам фок открытого типа. Есть возможность, мы просим вот от всех сидящих здесь в зале, потому что необходимость такая большая есть. Потому что сегодня дети занимаются, это потенциально спортивное зале, но сегодня уличное, на улице у нас практически таких чисто хороших помещений, территорий нет. Ту программу, которую мы запустили, она впервые в России реализуется на сегодняшний день в Орловской области, когда мы довели в конце года лимиты финансов до районов. Не попросили соберите обещание, сделайте папку мечты, а конкретные финансы, которые мы должны направить по согласованию с жителями, с общественными организациями, с партийными структурами, на конкретное направление жизни района. Давайте мы в этом году вот так распределим и за это ответим, чтобы глава района понимал, что эта дорога согласована депутатами, жителями, всеми. Но и Иван Николаевич будет знать, что его утро будет начинаться на этой дороге и заканчиваться она будет на этой дороге, потому что контроль и ответственность за результат будет лежать на нем и на мне. Кстати, одна из проблемных тем для российских регионов в центре внимания федеральной власти. Речь идет о необходимости удвоить финансирование строительства и благоустройства дорог и направить на эти цели более 11 триллионов рублей. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.